Привет, ревер-консольщики! Сегодня я вместе с вами решил почитать несколько писем, которые пришли к нам в редакцию. Ну, то есть, как пришли? Две недели назад мы объявили небольшой конкурс. И в этом конкурсе победитель, приславший нам самое лучшее письмо, должен был получить вот этот журнал. Журнал Dendy номер 25 с автографом главного редактора Александра Майорова. И на призыв, скажем так, прислать нам несколько писем, откликнулось три человека. Возможно, что писем было больше, но не знаем, как работает наша почта, они могут еще быть в пути или еще как-то. Вы напишите в комментариях, если вашего письма здесь не оказалось. А прислали нам письма с нескольких городов России. Егоров Д.Д. нам прислал письмо из Москвы. Андреев Д.В. нам прислал письмо из Нижнего Новгорода. И из города Мурино нам прислал письмо Корякин Г.И. И, в общем-то, в том порядке, в котором они приходили, мы сейчас их откроем и почитаем. Итак, первым пришло письмо из Москвы, поэтому давайте мы на него посмотрим. Так, что же у нас в конверте? Конвертик откладываем в сторону. И видим сразу потрясающее изображение, нарисованное от руки слоненка Дэнди. Нет, ну, в самом деле, как настоящий. И само письмо. А письмо у нас, естественно, написано от руки, как мы, собственно, и предлагали сделать. И на двух листах. Я сам еще эти письма не читал, поэтому читать буду вместе с вами прямо сейчас. Здравствуй, дорогая редакция. Это мы. Эту фразу я мечтал написать с детства. И вот сейчас, когда мне 40 лет, момент настал. Спасибо большое за предоставленную возможность. Очень рад, что в наше время можно поделиться своими воспоминаниями и чувствами по данной теме, которая является неотъемлемой частью нашего детства. Я, как и многие из нас, 90-е любил компьютерные игры и иностранные мультфильмы. Поэтому самые любимые игры были у меня по мультикам. Еще одна самая большая любовь мальтишек того времени – это велосипед. С этим и связана одна моя история. Слушайте, велосипед – это было отдельное чудо нашего детства. У меня лично был школьник, и мы всегда с другом на нем ездили, пока они не подросли. И тогда моему другу купили орленок, и я ему завидовал, потому что школьник – это такой более детский велосипед, а орленок уже пионерский. Но давайте почитаем историю. Денег в моей семье в то время, как и у многих, было немного. И поэтому у меня тогда не было ни Sega, ни Super Nintendo. Когда мне было 11 лет, в 1994 году, мама купила Dendy. Счастью, не было предела. Из самого магазина Dendy, в комплекте которого, сами знаете, какой карик. Мама это понимала и попросила продавца подобрать еще одну игру поинтереснее. И знаете, что он подсунул? Марио. Я хорошо помню тот самый день, когда я ждал маму из Москвы на станции на даче. Помню, как увидел эту заветную коробку издалека. Я терпеливо шел домой рядом с мамой и вез велосипед-школьник. А на руле висела Dendy. Вот видите, у него тоже был школьник. Я же говорил. Лето прошло, наступила осень. Потом зима. И у меня на день рождения появился еще один карик. Ну, слушайте, уже два карика. Короче, я предложил обмен. На что он, как прожженный барыга, спросил. Ну и на что ты хочешь обменять свой драндулет? Я растерялся и не решился озвучить, что хотел Флинстонов. В общем, обмен состоялся. Но на самый ужасный сборник. 25 в 1. Примерно через 20 лет Андрюха признался, что мой велосипед он обменял бы на любой свой карик. А недавно я нашел себе именно такой картридж Флинстонов. Вот такая была любовь к видеоиграм. Вот такое было скромное постсоветское детство. Но я был счастлив, что в моей жизни было именно так. Потому что я жил мечтой. Сейчас я собираю картриджи, преимущественно пиратские, какие были в нашей стране у большинства ребят тогда. Ведь именно такие нам по телевизору показывал дядя Сережа. Спасибо большое, если дочитали до конца. Желаю вам творческих успехов в вашем деле. Не оставляйте начатого. Нам нужен такой журнал. Жду новый выпуск. Всем удачи и здоровья. Дима Егоров. 40 годиков. Москва. 4 июня. 23 год. Спасибо тебе огромнейшее, Дима, за такое интересное письмо. Я вспомнил свой велосипед-школьник из детства. Ладно, давайте посмотрим письмо из Нижнего Новгорода. В конверте был еще один конверт. Но давайте вначале прочтем письмо. Потерянное письмо. Здравствуй, консольный патруль. Увидел ваш канал случайно. Друг Иван посоветовал. Сказал мне, что будет интересно. Когда я увидел ваш последний ролик, то понял, что как раз вы мне и нужны. Поясню. Давно, в середине 90-х, я был молодым. Помогал родителям, подрабатывая курьером. Ну и себе на джинсы и кормку собирал. Мотался для разных компаний, разносил корреспонденцию, бандерольки, просто поручения. Как в фильме, как Арена Шахназарова «Курьер». И да, в тот момент, когда я услышал в увиденном вашем видеоролике, что вы ждете писем в журнал, даже руки затряслись, участился пульс и что-то внутри ёкнуло. Что же это могло внутри ёкнуть? Давайте узнаем. Так вот, довелось мне помогать доставлять корреспонденцию и для журнала Дэнди новая реальность. Эх, как сейчас помню. Москва, 170, Кутузовский. Приставка 8-битка у меня уже была. Журнал читал пару раз. 24-й выпуск всё-таки купил. Потому что вспомнил, что ещё в 21-м выпуске видел, что на последних страницах была лотерея. Зачеркни любые 4 цифры в карточке и отправь вместе с анкетой, угадавшему 4 цифры, приз от Дэнди. А дальше постыдная часть. Поскольку решил я тоже поучаствовать в лотерее 24-го выпуска, чтобы повысить свои шансы, часть писем, написавших ребят, решил оставить себе. Ну надо же. Меньше писем, больше у меня шансов. Так подумал. Эх, а зачем мне это было нужно? Естественно, чужие конверты с письмами выкинул. Одно осталось лишь из-за красивой картинки на конверте с изображением части города Нижний Новгород. Времени прошло много, почти 27 лет. А то письмо я сохранил, чувствуя вину за содеянный поступок. Теперь вы понимаете, почему я вам написал и решил донести практически, до практически адресата то же самое, чье-то заветное потерянное письмо. Вы представляете, у нас теперь два письма в одном конверте. Сам конверт 96-го года, как я и предполагал. Все в очень хорошем состоянии. Пусть этому человеку повезет и пусть оно окажется номинантом приза. И да, судьба меня потом таки занесла. Приехать в тот самый Нижний Новгород. Вот так вот, вы представляете, какая история? Человек сохранил письмо, чужое письмо из 96-го года. Я даже не ожидал такое подержать в руках и тем более распечатать. Сейчас я схожу за ножом и открою его. Ну, ребят, это письмо из Нижнего Новгорода Димы А. Не знаю, что значит А, но это письмо от Димы. Если вдруг, конечно, произойдет такое чудо, этот Дима А смотрит наш канал. Я не буду произносить полный адрес, скажу, что улица Карла Маркса, дом 32. Дима, если ты вдруг смотришь, напиши, пожалуйста. Но это очень маловероятно, потому что как сложилась судьба этого Димы, мы, к сожалению, не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем. Но его письмо дошло, наконец-то, до редакции Дэнди спустя 30 практически лет. Что же было в этом письме? Во-первых, анкета. Анкета, в которой Дима зачеркнул 4 цифры. 4, 6, 13 и 15. Давайте посмотрим саму анкету, что здесь написал Дима. Читаешь ли другие журналы по видеоиграм? Если да, то как часто. Читаю иногда местный журнал Телегид. Редкие статьи привозил брат. У нас не продают таких. Смотришь ли ты программу Мир Дэнди? Да. Читаешь ли рубрику видеоигры от Дэнди в Вечерней Москве? Нет. Читаешь ли рубрику в ежедневнике Подмосковье? Не видел. У тебя есть проигрыватель музыкальных ампакт-дисков? Да, нет. Принимал ли ты участие в чемпионате Киллер Инстинкт? Нет. И какая приставка у Димы была на тот момент. Галочка стоит и написано Сюбор. И Диме было тогда полных 14 лет. И естественно, естественно, само письмо, как мы любили тогда, на такой тетрадном листике с полями, с красными. И естественно, наклейки из «Элен и ребята» и «Терминатор» из «Жвачки». Потрясающе. Так, давайте почитаем. Привет, журнал «Дэнди. Новая реальность». Меня зовут Дима, мне 14 лет. Живу в городе Нижний Новгород. Он красивый и большой. Даже метро есть. Три года назад у нас появилась даже новая линия подземных станций. И очень красивая станция метро «Московская». Она напоминает ваш московский Кремль. Учусь я в школе на 4,5. Люблю играть с друзьями, с мячом в игру «Квадрат», вышибала. А на переменах, если мы раньше играли в «Морской бой» и «Точки», то сейчас у одноклассников начали появляться «Тетрисы». А еще коллекционирую значки игрушки из «Киндер-сюрприза». Я вам решил написать, потому что в свободное время от уроков театрального кружка и музыкальной школы я люблю играть на приставке «Дэнди». Особенно интересно играть вместе с моими двоюродными братьями и сестрами. Летом в деревне у бабушки с дедушкой. Мы там все вместе на все лето собираемся. Ну, в деревне карты играем, ходим на рыбалку и помогаем на огороде. Ну, совершенно понятные деревенские дела. Огород, рыбалка и карты. Даже не знаю, какая самая любимая у меня игра. Они для нас все новые и разные. Картриджей у меня не так много, но мы меняемся с друзьями на время. Один раз я дал несколько картриджей соседскому пацану, а он мне вернул не все. А вместо картриджа с четырехигровкой и вовсе подсунул плату 9999. Из последних игр с младшим Муратом Лехой играли в игру про разведчика Metal Gear и даже пытались подобрать пароли, но она очень сложная. В вашем журнале мне понравилось описание игры на Sega Comic Zone и игру на Dendy, Batman и Flash. Вот в последнюю мы и любим играть. С удовольствием смотрели летние олимпийские игры в Атланте, а сами играли на восьмибитке в олимпийские игры трекфилд из этого журнала. Да, если взять число полученных медалей на этой олимпиаде, Россия 63, Украина 23 и Беларусь 15, то получится как у США 101. Хочу в конкурсе угадать эти четыре цифры и выиграть приз. О, забыл сказать, к вам в Москву Майкл Джексон приезжал, мне нравятся его песни. Спасибо, Дима, 14 лет. Жду с нетерпением выпуск журнала номер 26. Вы указали, что номера выигравших билетов для 24-го будут именно в 26-м номере. А вот вам и наклейки отживательных резинок от сестры из ее коллекции «Элен и ребята» и от меня из коллекции «Терминатор». Ребят, ну это потрясающе, конечно. Флэшбэк в 90-е годы. Вот парень, 14 лет, написал письмо и послал его в редакцию, и наконец-то это письмо дошло. Но, к сожалению, Дима, придется тебя разочаровать, ибо 26-й номер журнала не выйдет. Вышел только 25-й, и то буквально на днях. Что ж, ребят, напишите в комментариях, как вам это письмо. Меня просто до глубины души это задело. Спасибо огромное человеку, который хоть и нечестным путем сберег это письмо и выслал его сегодня нам. Я бы с большим удовольствием вот этому Диме послал бы какой-нибудь подарок, если бы знал, кто это за Дима и где его искать. Ну, я думаю, что Диме уже это не особо, скорее всего, интересно. Ну, что ж, давайте перейдем к следующему письму. Оно у нас последнее, и это письмо вот в таком, в полиэтиленовом мешочке из города Мурино. И здесь у нас много всего интересного, как я погляжу. Надо отодвинуть к клавиатурку, потому что здесь что-то уже высыпается. Это, смотрите, это наклейки Sega с Sonic'ом. Еще одна наклейка с Sonic'ом. Еще одна наклейка. И еще четыре наклейки с Sonic'ом. Это потрясающе. Если честно, я даже не могу предположить, откуда такие наклейки, где они были, где они вообще могли быть. Это очень интересно. Но давайте уже перейдем к самому письму. Ой, здесь тоже не просто... Тут не просто письмо, а здесь рисунок. Ребят, смотрите. Это же мы с Димоном. И слоненок Дэнди. Обалдеть! А здесь еще червяк Джим, Терминатор 3. И вот здесь еще наклейки Super Nintendo, Batman 3. Черепахи! Ребят, офигительный рисунок. И самое главное, что мы похожи. Спасибо тебе огромное, Георгий, за такое творчество. Я обязательно найду рамочку и повешу где-нибудь у себя. Обязательно, потому что это потрясающе. Очень круто. Респект прям. Ребят, поставьте Георгию лайк под этим роликом. Так, а теперь самое письмо. Слушайте, а письмо-то какое огромное, какое большое письмо. На двух огромных листах. Вы посмотрите. С наклейками. С наклейками, с разными. Тут и Марио, и Король Лев, и Донки Конг, и Джангл Бук. Потрясо-со-со-о-о. Надо читать, надо читать. Письмо большое, я читать буду долго, поэтому нужно хлебнуть водички. Здравствуйте, дорогая редакция моего любимого журнала «Дэнди. Новая реальность». Привет вам. Ваш читатель из поселка Мурино, Всеволожского района Ленинградской области. Зовут меня Гоша Корякин. И я очень сильно люблю компьютерные игры. Особенно мне очень нравятся всякие боевики и драки. И приключения. В свободное время я также люблю смотреть разные фильмы и видео. Мой любимый актер боевиков – Арнольд Шварценеггер. Король Лев. Мой любимый мульт. Sega Mega Drive 2. Моя первая «Дэнди» появилась у нас в 1992 году. Он был черного цвета и назывался по-странному «Пантер». Как позже я узнал из телевидения и газет, это была китайская модель и не оригинал. Внутри коробки были еще пистолет и кассета, также черного цвета. Ну, наверное, картридж все-таки. Хотя моя мама всегда говорила, что это кассета. Со сборником разных игр. Если честно, не самых хороших, кроме «Супер Марио» и «Танки». В этот день нам наш папа даже разрешил не идти в школу. Такое было только дважды в нашей семье. Первый раз это было, когда родители принесли целый видеомагнитофон с полной коробкой видеокассет, чему мы трое братьев и одна сестра были несказанно рады. Играли до полуночи, сидя взволнованные с джойстиками в руках у телевизора, чего нам мама ранее никогда не разрешала. Мой старший брат Павлик даже на завтра специально встал в 6 часов утра, чтобы с заспанными глазами и, может быть, даже через силу, но все-таки раньше всех поиграть в «Марио» и «Танчики». Почему-то все игры наш цветной телевизор «Рекорд» показывал в черно-белом цвете. Позже стало ясно, что нам требуется некий декодер, чтобы игра шла в цветовом качестве. Но она очень дорогая, и родители сказали, что не купят этот декодер. Позднее они купили и иностранный японский телевизор «Сони Тринитрон». У меня, кстати, тоже «Сони Тринитрон». Но под страхом даже самой страшной кары нам запретили играть на ней в «Денди». Потому что наш «Денди» может его сломать. Как всегда, кинеском посадите. Но несмотря даже на это, когда мы раньше приходили со школы и родителей нету дома, мы все же подключали тайком «Денди» к «Сони» и наслаждались игрой на цветном изображении. И здесь вот даже цвета, четыре цвета «Супер Нинтендо». И первая страничка закончена. Вторая страничка. Родители нам всегда говорят, что играть в компьютер «Денди» долго нельзя. Это вредит глазам, мозгу и даже кинескопу телевизора. Но я все равно многие и многие часы не могу сосредоточиться от волшебства и того, что происходит на экране. С журналом «Денди. Новая реальность» я познакомился, когда увидел его четвертый номер в 1993 году у младшего двоюродного брата Гриши. У него еще также были номер 8 1994 года с динозавром Рекс на обложке по игре из американского кинофильма «Парк Юрского периода». И номер 16 1995 года. К сожалению, у меня у самого нету своих собственных журналов «Денди. Новая реальность» или иных каких-либо других журналов по компьютерным играм, потому что они очень дорогие. А брату Грише, его папа, позволяет покупать разные журналы. Как и благодаря ему, я также очень полюбил такие журналы, как «Трикс», «Сторона игр» и «Великий дракон». Видите, здесь угадайка для английский для начинающих волейбол. Из вашего журнала я очень многих узнал об играх на самые разные приставки. И не только на Денди, но и такие, как 16-битная Sega и самая совершенная игровая система Super Nintendo. Вот она здесь, Super Nintendo логотипчик. Пока я знаю, что они стоят очень много денег, и очень многие мальчишки и девчонки не могут себе их позволить. Я считаю, что если верить, поставить себе цель и стремиться к ней, то ты обязательно достигнешь своей цели. Ну и, конечно же, нужно поднакопить на них деньги. Где-то прочитал, что мой любимый журнал «Денди. Новая реальность» перестал выпускаться. Последний был 24-й номер. И вот спустя очень долгое время именно вы решились и сделали 25-й номер. Это самая хорошая новость как лично для меня, так и для тысячи моих ровесников, которые также очень нравятся ваш журнал. Большое вам спасибо, что вы не забываете о нас, о ребятах, которым безумно дорог мир компьютерных игр, мир новой реальности. А еще мне очень интересно смотреть по телевизору «Консольный патруль», где дядя Сережа и дядя Дима ходят в гости к прекрасным людям, собирателям самых различных компьютерных приставок и видеоигр, комиксов и компьютерных журналов. И здесь вот фотографии Дима и Сергея. Крутяк. Вообще обалденно. И последний остался листик. Ох, тоже шикарно наклеен тут «Донки Конг», «Джангл Бук». Так. Желаю вашей редакции от всего сердца дальнейшей плодотворной работы, новых высот и больших успехов на ниве вашего редакторского журнального и игрового творчества. У меня пока нет своего номера «Дэнди 25. Новая реальность», и я очень надеюсь и верю, что, участвуя в этом замечательном конкурсе, я все же смогу выиграть и получить этот номер. Потому что я верю в чудо, хотя разные люди вокруг фигня, что в наше время трудные и сложные не может быть места волшебству. Может, место волшебству всегда может быть. Но я же знаю, что они есть в мире видеоигр. И если они там есть, то мы должны их перенести и в нашу реальную жизнь. К своему стыду я совсем не умею рисовать. Но зато умеет рисовать, и, как ей говорят, рисует она красивая девочка Саша, которая живет со мной. Это нарисовала девочка Саша, значит. И которую я очень люблю. Я ее попросил нарисовать самого добродушного и веселого слоненка по имени Дэнди, а вместе с ним и уважаемую редакцию журнала. Все, я понял. Этот рисунок нарисовала девочка Саша, за что ей отдельный огромный респект. Ребят, ну мы же прям похожи и получились. Прям я и Димон. Рисунок прилагаю к письму в конверте. А еще я хочу передать всем вам на память наклейки от самой любимой фирмы Sega. Эти наклейки настоящие немецкие с презентацией игры про супер-ежика в 1990 году. Надеюсь, что они украсят ваше рабочее место. Спасибо, что прочитали письмо до конца. И я очень верю и жду, что оно также будет красоваться в вашем журнале. Спасибо, Гоша Корякин. 30.05.2023 год. Очень нравятся рубрики про секреты и коды прохождения игр, а также письма от читателей, где все делятся своими достижениями в какой-либо игре. Мне тоже всегда нравятся эти рубрики. Спасибо тебе, Гоша Корякин, за такое шикарнейшее письмо. Прям оформление, вот как в детстве. Вот прям огромнейший тебе за это респект. Представляете, такие огромные письма. Они как газеты. Смотрите, если их так сложить, будет газета. И, конечно, девочке Саше отдельный респект за такой рисунок. Это потрясающе. Это пойдет в рамочку. Ну что ж, ребят. Три письма, три истории. Три замечательные истории. Я должен вручить приз. Приз журнал Дэнди, как и обещал. Вот этот журнал. С автографом Александра Майорова. Я хочу подарить Гоша, который прислал такое замечательное письмо. Он дописал, что у него никогда не было журнала в Дэнди. И он очень хочет этот 25-й номер. Поэтому я не могу отказать ему. Потому что, ну, во-первых, это самое потрясающее, что я видел вообще. И с писем, с замечательным рисунком, который я повешу обязательно в рамочку. Два другие письма, они тоже не менее интересные. Дима Егоров тоже прислал потрясающее письмо. С таким замечательным слоненком, который тоже достоин в рамочку. Ну, я могу абсолютно четко сказать, что вот этот слоненок обязательно попадет в наш журнал. Как и тот рисунок, где мы с Димоном. Обязательно будет в журнале. И в благодарность я хочу подарить личное дело с уникальной обложкой. Такая обложка не продавалась. Она исключительно была напечатана, несколько штук для подарков. И вот такой журнал уходит в Москву Егорову Д. И последнее письмо, можно сказать, из 96-го года, из Нижнего Новгорода. Я тоже не могу не вручить журнал. И у меня здесь есть еще один журнал «Личное дело» с уникальной обложкой. И я хочу переслать его в Нижний Новгород Андрееву Д.В. Но убедительная просьба. Если вы найдете случайно того мальчика Дмитрия, который написал вот это письмо в 96-м году, вы напишите мне, пожалуйста. И я ему лично подарю еще один журнал, 25-й номер Дэнди. Не знаю, как вам, а мне лично безумно понравились все эти три письма. Я прям окунулся, можно сказать, в 90-е годы, когда мы писали письма. Мы писали письма в редакции, мы писали письма друг к другу. Я, когда был в тренерском лагере, писал родителям письма. И это все было настолько интересно, что не знаю даже, что интереснее читать письмо или писать. Мне кажется, и то, и то это безумно интересно. И поэтому я предлагаю вам, если вдруг вы отсылали письмо, но оно не дошло, или вы хотите послать письмо, присылайте внизу в описании, я оставлю адрес. Потому что, возможно, какая-то произошла путаница именно из-за того, что писали консольному патрулю. А на почте сами знаете, какие люди работают. Они могли решить, что кто такой консольный патруль, мы не знаем. Поэтому выкинем это письмо куда подальше. Вот, поэтому пишите лично мне. В описании будет адрес, по которому нужно писать. Итак, эти журналы отправляются тем, кто прислал нам письма. Жду ваших новых писем. Когда накопится хотя бы три штуки, я сниму еще один видеоролик. И обязательно придумаю какие-нибудь подарочки авторам писем. Так что на этом все. Всем пока.